Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня две темы. Будет несколько писем, зачитанные даны мною ответы. Первая тема это антипаразитарная программа, прохождение ее, некоторые нюансы, очень много вопросов у людей накопилось, а два письма так просто сегодня пришли в ночь. Нужно ли проходить какое-то очищение? Какую пищу можно есть, какую нет? Ну масса вопросов. Это первая тема, первая половина видео. А вторая половина будет тем, ну кому это интересно, опять новые. Вот за ночь буквально пришли отзывы про изделия с микросферами, про те эффекты, причем у людей, я хочу тут особо подчеркнуть, не у больных людей какие-то болезни прошли, кто-то опять скажет, вот опять, а интересные эффекты у здоровых относительно и молодых людей. Вот даже 25 лет написал парень один. Ну вот послушайте, это будет интересно всем. Наперед скажу, все о чем будет идти речь. Вот если вы скажете, а вот это подробнее, а вот это где и как? Я под видео, это общее правило. Но многие люди этого не понимают. Будут давать ссылки. Вот прямо под этим видео будут ссылки. Заходите и смотрите то подробнее, о чем я говорю сейчас, но может быть менее подробно. Итак, поехали. Значит, письмо. Набор антипаразитарный на один месяц. Есть у нас такой на сайте, набор антипаразитарный. Пару слов по паразитам. Паразиты или гельминты или глисты, круглые плоские ленточные черви есть у всех людей без исключения. Вопрос, какие виды, в каком количестве, в каких местах организма. То, что они причиняют вред, порой непоправимый. Вяло текущие, долгие проблемы со здоровьем. Многие связаны с наличием паразитов. Я советую вам посмотреть вот это мое старое видео. Одно и на все века, на все времена, можно сказать, где я разобрал вот ну все, что людям надо знать на эту тему. Очень важная ведь. Длинная, но очень важная. Ссылка, как договорились, в описании. Так, идем далее. Я создал уникальный комплект, антипаразитарную программу, которая достаточно, ну в 99% случаев, для выведения, удаления из организма вот всех видов паразитов и даже уничтожения яиц гельминтов, прерывая цикл развития. На что не способны никакие травы, потому что травы могут убрать паразитов только тех, которые в данный момент времени приема этих трав, тройчатки той же, находятся конкретно в кишечнике, но не в других каких-то органах и тканях. Итак, продолжаю. Так вот набор антипаразитарный. И вопрос, в каком порядке, посоветуйте действовать. Антипаразитарная программа с сорбентом. Под сорбентом имеется в виду, ну, белая глина, допустим. Хотя есть другие варианты, сейчас скажу. После месяца процедура с магнезией. То есть, человек, видимо, пишет, не совсем понятно, но месяц программу, а потом магнезию принимать. Это такая очистительная программа, когда принимается магнезия, потом там человек пьет воду теплую. Его проносят, так сказать, потом кружка эсмарка в завершении. Сразу наперед скажу. Подробно, и вот удивляюсь, почему человек это спрашивает, видать, не смотрел мои видео. У меня есть видео, называется «Очищение и голодание». Вот там я просто объяснил эту схему подробно, как проходить вот эти очистительные процедуры, как подготовиться к голоданию. Ну, кто хочет, что обязательно антипаразитарку надо вначале пройти, потому что могут быть непоправимые буквально последствия, негативные у некоторых людей. Так вот, как избежать этих проблем и как последовательно проходить вот эту процедуру очищения с магнезией и кружкой эсмарка? Сразу этому зрителю отвечу. Нет. В процессе прохождения антипаразитарной программы я советую в конце первой недели от начала приема курса пройти два дня подряд вот эту процедуру магнезии и кружкой эсмарка, скажем, суббота-воскресенье или там пятница-суббота, как вам удобно. Посмотрев конкретно, как ее проходить, вот в том видео, о котором я вам только что сказал. Итак, каждую неделю по два дня подряд в конце недели каждый. Ну, или хотя бы в конце первой недели, а потом в конце уже месяца. И по потребностям, но об этом сейчас дальше. Чтобы все довышло, голодать специально не планирую пока что. Если не захочется кушать несколько дней после магнезии, то не буду. А это действительно вот так. Кстати, для похудения многим, кто не может, кто наедается, хочет есть и не может себя остановить, это великолепный, вот тут точно способ, как будет противно от еды, не захочется есть ничего. Это вот эта магнезия, кружка эсмарка, вот эта процедура очистительная. Если ее делать каждый день, то вот есть не будет хотеться. Прям вот даже тем обжором, кто не мог прожить там час без еды. И затем заполнение микрофлоры полезными бактериями эвита. Возможно, плюс фукус. Дорогие друзья, про бактерии эвита отдельного видео у меня не было, к сожалению. Но было видео под названием «Синдром дырявого кишечника». Я советую вам тоже это видео посмотреть, потому что вот эта старая советская разработка — это симбиотические пропионовые бактерии, которые восстанавливают работу симбиотической кишечной микрофлоры нашей. Особенно это важно тем, у кого были курсы антибиотиков или химии или лучевая терапия при онкологии там, да, допустим. То это просто необходимо. Да даже детям отравился ребенок, даже грудной можно эти бактерии в воде развести, флакончик даже два, принять, и проходят, и отравления, и другие негативные последствия. В общем, посмотреть это видео, ссылку на эвиту тоже, разумеется, дадим. Так вот, сразу скажу человеку. Бактерии эвита вы можете принимать параллельно со второй-третьей недели, потому что одно другому не противоречит, и вы никуда не волнуйтесь, бактерии не вымоете даже процедурами вот этими магнезикружка эсмарка. То есть они успевают размножаться. Тем более курс бактерий — это месяц, 30 дней подряд. Можете начать вот со второй-третьей недели, как раз две последние уже без всяких процедур будете допринимать бактерии эвита. Конечно, их можно и после начать принимать, безусловно, но лучше состояние будет, если в процессе начнете, то есть здоровье. Стоит продолжать второй месяц пропивать эспинель. Есть такой препарат, это основа караосины, но уникальный холодный способ экстракции, бестемпературный, эффективность его высоченная. Я его обычно советую принимать на второй месяц, то есть допропить после антипаразитарной программы, для тех людей, у кого очень серьезные паразиты. Например, аписторхи, аписторхоз. Аписторхи живут в печени, едят клетки печени. Считается и медицински, что вывести их очень сложно. Так же, как и, кстати, победитель эмблиоз. Лямбли — это паразитарные, простейшие, протозойные, то есть это не паразиты в прямом смысле, то есть не черви. Но тем не менее. И вот для них я советую дополнительно принимать эспинель. Но не в первый месяц прохождения антипаразитарной программы нельзя все сразу. Так нельзя, не все компоненты друг с другом сочетаем, и нагрузка опять-таки на печень, на выделительные системы не стоит того. Да, обязательно перед началом прохождения антипаразитарной программы. На нашем сайте, где набор вот этот, набор антипаразитарный, вот он. Там под ним написано, написано все. Как принимать? Какие нюансы? Вот прочтите до самого конца всю эту страничку, раза два-три перечитайте, и тогда начинайте принимать. Просто чтобы все знать. Ведь многие вопросы здесь были бы не нужны, если бы вы прочитали. Люди ленятся. Не поленитесь. А фукус — уникальная водоросль, которая содержит все минералы, и тоже является сорбентом. А дефицит минерала в наши дни — это огромная проблема, и одна из главных причин болезни человека. Так вот, посмотрите вот это хотя бы последнее видео про фукус, где я это все поясняю. И да, фукус принимать стоит. Его либо за два часа до еды, до завтрака первый раз, да, то есть прямо вот утром, значит. Либо вечером после последнего приема пищи, скажем, часа через два-три. По две столовых ложки запивая водой. Так вот, эспинель в течение месяца стоит пропить. Да, все правильно. Или перед антипаразитарной программой продолжает человек спрашивать. Принимать магнезию без голодания и антипаразитарную программу вместе с эвитой. Возможно, плюс фукусом. Плюс следующие месяца эспинель. Нет, еще раз говорю. Магнезию кружку эспарха, как я сказал, со второй недели после начала приема антипаразитарной программы, а дальше либо каждую неделю, либо хотя бы еще один раз такой курс в два дня, ну, на третьей или четвертой неделе приема. А курс антипаразитарный, он месячный курс. Ну, вот и все. Во втором случае, с одной стороны, лучше будут выходить паразиты, но с другой стороны, интоксикация организма может увеличиться, если по освободившемуся кишечнику будет поток с мертвыми паразитами проходить. Во-первых, дорогие друзья, не у всех паразитов такое количество, что вы этот поток увидите, и что будет плохо, и так далее. Но если вы увидите, и будут действительно, значит, такие вот особые тяжести в животе, там, какое-то вспучивание, то, что вы действительно будете аж метки видеть, а некоторые люди смотрят и видят, да, ну, там, если крупные черви ленточные, скажем, вот тогда обязательно сразу в этот же день, в этот же миг начинайте вот эту процедуру очищения полного кишечника, чтобы все вышло. Да, тогда это имеет смысл. Особенно у людей, у кого толстый живот, особенно вот у мужчины, у кого так ремень, знаете, пузо свисает. Это, как правило, ленточные черви. Широкий лентец, там, бычий цепень, это в 95% случаев, как минимум. Таким, да, стоит, потому что действительно может быть интоксикация, черви погибать, а не выходить там, да, и гнить, это, извините, белки гниют в кишечнике, причем там уже в толстом, где не идет всасывание аминокислот и составляющих в кровь, как в тонком кишечнике питательных веществ. А тут будет гниение, интоксикация, так что действительно проходить эту процедуру, тогда магнезиус, кружка эсмарха стоит. Хотя, пишет человек, может быть, сорбент это сгладит? В какой-то степени да, но не в полной, если большое количество глистов, то действительно стоит вот провести процедуру. В целом хочется понять, когда правильную процедуру с магнезией сделать. Я пояснил. Больше логики вижу в прохождении после антипаразитарной программы, но тогда и ВИТУ не во время программы, а после магнезии, видимо, стоит применять. Все попутали, так написали, сумбурно, непонятно. В общем, я объяснил все, как сделать правильно. Чтобы во время магнезии все полезные новые бактерии не вывести, вы их не выведете, разносите по времени. Бактерии утром принимаете, а магнезиус, кружка эсмарха вечером, и все. Далее, вопрос тоже про антипаразитарную программу, да? Добрый день, Юрий Андреевич, прошу вас ответить на три вопроса по приему АП-программы и грибных препаратов. Первое. При приеме антипаразитарной программы могу я продолжать применять семена расторопши? Да, можете. Сразу скажу для тех, кто не в теме. Семена расторопши – сильное гепатопротекторное средство, которое восстанавливает клетки печени. В антипаразитарной программе таких тоже есть два вещества. Сами лисички, гриб-лисичка, только вещество хиномоноза, концентрат, который в составе этого препарата находится, который уничтожает даже яйца гельминтов, прерывает циклы развития, является тоже гепатопротекторным препаратом, то есть восстанавливающим клетки печени гепатоциты. А также второй препарат, набор входящий, это трутовик лисничный, является мощнейшим гепатопротекторным средством, но семена расторопши тоже. И страв – это самое сильное, поэтому применять можно, просто по времени разносите, например, после еды через час, или до еды за час, столовая ложка размолотых семян, то есть уже в порошок, в кофемолке, расторопши, запивается стаканом полутора теплой воды. Но начать надо, конечно, с чайной ложки за неделю-полторы увеличивать до столовой. Эффект сильный будет, когда это полгода подряд, 8 месяцев в идеале принимает человек расторопшу, печень как новая. Сразу, где купить семена у нас на сайте. Ссылка, всё, вот о чём я говорю, я вначале предупреждал, будет под этим видео. На антипрестарный набор, на семена расторопши, на разные гель-сорбенты и прочее, и прочее. Второе. У меня две кисты на левой почке. Можно ли принимать грибные препараты в моём случае? Нужно принимать, если вы хотите решить эти проблемы безоперационным способом. Есть целая программа, как кисты почек лечить. Это маркерный курс, в первую очередь. Ну, в общем, маркерный курс – это лечение любых доброкачественных опухолей и злокачественных, ну, отчасти, по крайней мере, до второй стадии. Там более сложная технология, рассчитанная на год и полтора даже года. И доброкачественные опухоли быстро не вылечите вы, год-полтора. Но первые 3-4 месяца – это маркерный курс. Потом меняются там некоторые препараты на другие. Об этом вообще правильно на консультациях, да? То есть на все случаи жизни видео не сделать. Есть нюансы. Поэтому я ещё пока, по крайней мере, провожу индивидуальные консультации. Ссылка тоже будет в самом низу под видео, ссылки где в самом низу. Индивидуальные консультации. Но вот начать и пить 3-4, даже 5 месяцев подряд маркерный курс при кистах, а потом делать, соответственно, УЗИ, МРТ, любые исследования, которые будут показывать размеры, конфигурации, стоит проводить каждые 2-3 месяца. И вы будете видеть, вот должно уменьшение быть. Разумеется, менять питание надо. Убирать всё сладкое. Убирать высокомолекулярные белки. Это всё есть в моих видео. Я не буду сейчас повторяться. Поэтому вы сначала пройдите антипаразитарную программу, а потом уже маркерный курс и дальше по системе. Так, третье. Если после антипаразитарной программы я перейду сразу на программу по восстановлению печени, можно ли в течение лечения грибными препаратами огнёвкой, лонг, ну, входит она в программу, принимать эспинель целый месяц? Вот это уже можно, да. То есть, вы можете на второй месяц, начиная с программы, например, вот для восстановления печени, а туда тоже входят препараты, которые лечат в том числе кисты, полипы. Можно. Письмо третьего человека. G.I.S.G. Там что-то. Очень заинтересовали эти изделия. Про микросферы имеется в виду. Приобрету. Это письмо вышло вчера. Ну, вот вчера у нас было 12 июля 22-го года, да, сегодня 13-е, соответственно, было видео у меня про микросферы. Там вот человек это написал. Кстати, и вот письмо предыдущее там же. Так вот, по поводу антипаразитарной программы прошу записать ещё одно видео с полным подробным разъяснением, как вы это увидите, всех нюансов применения. Не понимаю только зачем, ведь у меня всё уже было. Во-первых, расписано под набором. Подробно всё. Видео были. Видео были и последние, не только то старое, а по антипаразитарной программе было тоже, да. Ну, ведь всё расписано. Зачем это нужно? Вот, пишет человек дальше. По приёмам пищи, совместимостью. Вот питание на прохождение антипаразитарной программы вообще никак не влияет. Вы можете есть хоть что угодно. Это не повлияет на выведение паразитов из организма. Ну, разумеется, лучше. Там растительная пища в том плане, что перистатика кишечника лучше работает. То есть, вот те косвенные, хотя и прямые факторы выведения, да, вот, каловых масс. Ну, вот про это да. А тут больше другое, что вот гельсорбент я советую. Кстати, кто не хочет проходить магнезию кружку эсмарка, ну, кроме тех случаев, когда вы чувствуете, что прямо аж живот надут. Или видите, что выходят ленточные черви или иные любые другие. Вот тогда, да, стоит магнезию сразу же кружку эсмарка. Или, как некоторые пишут мужчины, там вы знаете, что там жены пишут, не будут магнезию кружку эсмарка многие делать. То что делать тогда? А вот тогда вот тот самый гельсорбент. Непременно это видео с доктором, который мы записывали. Посмотрите про уникальный гельсорбент, у которого там, ну, 4 функции в одном там сразу. И вот его принимать тогда по 30 миллилитров каждый день утром за час-полтора до еды и вечером, ну, перед сном. И это будет фактически то же самое, что магнезия кружка эсмарка. Там есть некоторые отличия, нюансы, но, по сути, для большинства людей будет этого достаточно. А питание какое, это неважно, в том смысле, что не повлияет на эффективность курса. Ибо буду заказывать ее следующей по очереди. В тысячный раз душевно благодарю. Ну, и я вас благодарю. Я надеюсь, я вам ответил. Да, и то, что опять люди будут писать, несмотря на то, что я сказал уже несколько раз. Вот купить набор гельсорбент, наборы прочие. Вот для восстановления печени там и так далее. Все это будет по ссылке под этим видео. Идем дальше. Четвертое письмо. Благодарю от всего сердца. Спасибо за внимание к моему вопросу. А, видимо, я человеку ответил на его вопросы в ответах на вопросы. Я, как обратил внимание, Юрий Андреевич, изучу видео, подготовлюсь. И спасибо за широкий выбор средств в вашем интернет-магазине. Всегда приятно. Все в одном месте можно найти. И не переживать за качество. Будьте здоровы. А, это, ну там, это серьезно, это письмо было, я вспомнил про там онкологию. Я методичку выслал, последовательность действий, методику. И человек мне это на почту написал, поблагодарил. И вот, пожалуйста, это пример адекватного человека, письма адекватного человека. Потому что бывают и неадекватные постоянно. Обязательно кто-нибудь гадость какую-нибудь напишет. Не имея на то никакого права, ни основания. Но эти письма, таких неадекватных и подлых людей, всегда отличаются от своей низости, убогостью, скудоумием, идиотским изложением вот этого выплескивания негатива. И коренным образом отличаются такие письма от совершенно другого слога, человеческого слога, когда пишут люди разумные и адекватные. Ну, это сразу тест хороший. Так, идем далее. Я тут про кое-что универсальную повязку из микросферы вот отложил, потому что мне прислал из Телеграма мой помощник, кто в соцсети ведет, одной женщины. Вот сейчас я вам потом зачитаю. Ну и давайте как раз перейдем ко второй части видео про микросферы. Ксения Дорошкина пишет. Здравствуйте, пользуюсь третий день подушечками. К третьему дню заметила, что они стали как камень. Что это значит? Положила на солнечную сторону окна, и они размягчились. А это то и значит, я много раз говорил и в первом видео из вот восьми, да, уже и в первом, и, по-моему, в шестом-седьмом я объяснял, что человек имеет статику, статическое электричество. Вот он двигается, особенно в синтетической, если одежде кто, носки синтетические, шаркает по полу, создается заряд. Ну, как помните, в школе в советской, по крайней мере, эбонитовую палочку натирали и электризовалась, бумажки притягивались. Помните, рвали бумажки, они раз к палочке и взлетали, притягивались. Почему? Потому что вот этот отрицательный заряд накапливается, ну, в общем, как с магнитом. Вот одной стороной оттягивается, другой притягивается так, что не отлепишь, в зависимости от мощности магнита. Вот то же самое происходит с этими микросферами. Они просто с тела человека забирают вредное статическое напряжение и накапливают себя, вывести не могут. Если бы была, скажем, под подушкой или там матрасом, вот и с микросферами, или любыми изделиями, заземляющий, вот коврик или простыня, у нас они тоже есть. Вот, кстати, дорогие друзья, это очень важная тема про заземление видео. Вот эти два, непременно посмотрите, моё старое и новый американский фильм, который мы перевели, озвучили им 50 тысяч рублей, только за озвучку отдали. Или даже 60. Ну, так вот, это жизненно важная тема. И сразу тем, у кого есть изделия с микросферами, а есть люди, у кого вот окаменеют подушки, другие изделия, но очень до первозданного такого пушистого вида сложно или практически, ну, скажем так, не размикают. Тогда вот это выход как раз, проблема заземления. Если бы вы имели возможность на чистую только землю, сухую, чтобы не загрязнить, положить подушки, вот заземление бы действовало естественным путём, они размягчаются быстро. И от солнца солнечного. Ну, в идеале солнечный день, вот на улице, на землю. Но бывает, что на батарею, у кого железные положите, или там на солнечную сторону окна, да, тоже. Я вот на чугунную ванну, которая чугунными ножками стоит на полу кафельном кладу, тоже размягчаются быстро. Вот у меня личное изделие. То есть, это нужно каждому экспериментировать. Ну, в углах помещения комнаты иногда в угол кладёшь, тоже размягчают. Так что подушки эти ещё и спасают вас от негативного, страшного воздействия статического электричества. То есть, они отчасти выполняют функцию заземления, ну, как бы сорбируют вот это электричество, статику. И ещё раз, то есть, если использовать, например, простыню заземляющую, а сверху, ну, какую-нибудь, в идеале, капсулу вот из микросферы, или там матрас и подушка, то они не будут, по сути, твердеть. Потому что будет заземление выводить эту статику, которую вы будете отдавать микросферам. Ну, вот так примерно, да, объяснил. Так что это хорошо, что они твердеют. Так, следующее письмо. Кто-то говорит, нет эффекта. А, вот два письма сейчас будут вот из-под вчерашнего видео, вот этого, про изделие с микросферами. Когда я вот, ну, не мог просто не снять это видео. Очень важно, когда не только люди, у кого болезни, знаете, там, некоторые говорят, это там, мол, специально, это всё ложь. А вот люди, которые, ну, они здоровые, в общем-то, люди ещё пока относительно, да, там, молодые люди, и вот они даже замечают, какие изменения, вот это особо ценно. И вот, смотрите, написал человек, потому что есть были, кто писал её всякий негатив, а вот люди, прямо вот два письма вот под вчерашним вот этим видео, да. И даже одному такому вот написал человек, у меня нет эффекта никакого, я пользуюсь, эффекта нет. Во-первых, я говорю, не у всех и должен быть. Это, понимаете, даже если один шанс есть, что будут такие изменения, о которых были первые, вторые видео, когда серьёзные болезни проходили, когда седые волосы начинают чернеть, даже у одного из ста. Это уже стоит того, чтобы купить и использовать этот один шанс, потому что, ну, это, извините, это дорогого стоит. Но таких не один процент, а гораздо больше половины людей. Но есть и те люди, у кого нет эффектов, по крайней мере, видимых, по крайней мере, быстро, даже через месяц-два. Есть такие люди, и я откровенно говорю, что не у всех есть такие положительные результаты. По крайней мере, я говорю, видимые, невидимые есть однозначно в любом случае, ну, которые человек не ощущает. Но будем говорить, что результатов нет у кого-то. А у кого-то есть. Вот я написал прям такому человеку, кто-то говорит, нет эффекта, хорошо, у вас нет. А у других-то есть. И вот два письма, которые вот в ночь пришли. Вот смотри, Наталья Олейник. Олейник. А мне начали сниться цветные сны с первого раза. Пишет Наталья. Не расстаюсь с подушкой и наколенником. У меня отсутствует практически мениск после многочисленных операций. Не спала после смерти мамы почти три года. Сейчас сон глубокий и цветной. Вы представляете? С одного раза. Это вот пишут люди, которые, ну, посчитали просто своим долгом или просто увидели, ну, какую-то несправедливость или то, что человек не имеет никакого основания и права. Какую-то гадость пишет. Вот написали. Благодарю вас. Хочется шапочку, тапки и повязку на глаза. Уверена, что восстановлю зрение и шпоры на больных пальцах ног. Просто уверена, что волшебные сферы работают. Спасибо вам большое. Ну, не волшебные, но вот этот эффект, да, объяснить во многом нельзя. То есть, только лишь частично. И об этом мы говорили. И врачи, в пример, приводили видео было с ними там и так далее. То есть, есть те известные еще с 70-х годов эффекты. Это отражение инфракрасного тепла, выделяемого самим человеком, как бы обратно в него. Улучшается микроциркуляция крови в подкожных слоях. И тут сразу многие эффекты, очевидно, понятными становятся. Но такие, как хронические серьезные болезни, когда уходят, это объяснить можно только другим. Но это про волновой эффект речь. Все, про это не буду сейчас. Идем далее. Ну, пожалуйста, очень рад, очень рад. Пишите, дорогие друзья, не стесняйтесь. Потому что, конечно, это кому-то еще поможет. А это самое главное. Ну, вот Владимир Тонев пишет. Скажу честно, были сомнения по поводу этих сфер. Но решил приобрести универсальную повязку. В первый же день, как открыл повязку, лег спать, положив под подушку универсальную повязку. И удивился, что снились сны цветные, хорошие. Я мог контролировать сон. И помнил его после пробуждения. А раньше были кошмары частые. Стал спать на 2-3 часа меньше. Но высыпаюсь лучше, чем раньше, когда спал по 10 часов в сутки. Теперь сплю по 5-8 часов. Теперь хочу купить подушку. Это, кстати, обязательно. Потому что это гораздо эффективнее будет. Если вот на вас уже так действуют изделия, где маленький тонкий слой микросфер. Так вот, хочу купить подушку. Мне 25 лет. Вот понимаете? 25 лет человеку. Поэтому я тоже скопировал. Давайте еще одно зачитаю. Дмитрий Григорьев. Я вот тоже купил повязку на глаза у вас на сайте. И пояс для вен, для супруги. Страдает от варикоза. По своим наблюдениям, сам сплю в повязке для глаз. Сперва некомфортно. От непривычки спать с чем-то на глазах. Ну, понятное дело. Поднимал чуть выше глаз, почти на лоб. Так где-то неделю. После уже привык. Спал с повязкой столько, пока сама ночью не спадала. Где-то по 2-3 часа выходила. По нарастающей, конечно, как в рекомендациях. То есть сначала там чуть-чуть лежите в них. Там 15 минут, 20, там увеличиваете. И вот что заметил. Глазные яблоки стали чистыми, прямо белыми. Раньше покраснения были. А это как раз вот объяснимо научно абсолютно. От невысыпаний и долгой работы за компьютером. То есть красные прожилки, вот эти вены, да? В белках глаз. И вот это прошло. На утро всегда какая-то слизь выходила из глаз. Но глаза ясно чище стали. Спадает усталость. Сны стали более яркими и четкими. Это очень много. Это тысяча людей замечают. С детства таких не помню. Хотя мне 36 лет всего. А по супруге, а по вязке на венах, она у меня с утра уже просыпалась с болью в ногах. Вы понимаете, что сейчас вообще как болезни молодеют, да? То есть вот это можно было говорить раньше не о 35-летних молодых уже по нынешним временам людях, а там о 70-80-летних. Ну а теперь вот из-за многих факторов. Кстати, а какие факторы вот убивают нас преждевременно, современных людей в этом прогрессивном мире и обществе? А я это давно, лет 10 назад, видео снял, которое называется «Девять причин болезни». Захотите, посмотрите. Она у меня уже с утра просыпается с болью в ногах. Будто всю ночь ходила без отдыха. После микросфер практически сразу перестали болеть и пульсировать вены. Есть специальные повязки вот для вен. Вот используйте их. Энергии прибавилось. Дневные прогулки стали более комфортными. Уже не уставало после ходьбы, как раньше. После сделали операцию, убрали и запаяли часть вен в избежании тромбов. Ну это вот зря можно было без этого обойтись. 100%. Если бы перешли на живое видовое питание, если бы изменили образ жизни во многом, ну, скорректировали питание и так далее. Все, что я в видео говорю. У меня, кстати, есть видео про кровеносную систему. Там про варикоз и тромбофлебит тоже есть. А пояс подарили теще, у которой тоже варикоз. Она уже спать не могла по ночам. Как начала одевать, стала аж с храпом спать. Ну, то есть сласть. Даже если дома дети шумят и бегают, все равно спит. В общем, в планах нам всем на ноги приобрести такие чудо-повязки. Приобретайте обязательно, если финансы позволяют, лучше, конечно, капсула и подушка вот голову, и вот на глаза, чтобы полностью закрыть 100%, ну, 99 там частей тела, да? Это в идеале. Или матрас хотя бы, подушка, вот повязка на глаза и тапочки. И шлем для головы. Вот этот вот шлем на противоположную часть тела. Ну, если в шлеме спите, конечно, можно без подушки. Ну, матрас, конечно, вот я говорю, это идеальный комплект. Номер один – это вся капсула, плюс маска на глаза. Ну, и шапка. Тогда мы закрываем все тело. Второй вариант – матрас, тапочки, шлем, повязка на глаза. Ну, и подушка, потому что не всегда вы в шлеме будете спать, и, может быть, не всем это будет удобно, хотя люди привыкают. Вот правильно пишут, человек ко всему привыкает. Тем более, когда для своего же здоровья. Еще раз скажу, в каждом видео последнем говорю об этом. В любые точки России, в любые страны мира, кроме тех стран, куда почта России не может поставлять, где запретили почту России, это Дания, Австралия, ну, может быть, какие-то еще, но в США, Канаду, Израиль, куда угодно, в любые европейские практически страны мы отправляем наши товары. Кто-то скажет, оплатить не можем из-за границы. Проблем нет. Вы делаете заказ, оформляете, не заморачивайтесь заранее. Мы вам вариант предложим, вы оплачиваете. В Европе тоже переводом делаете нашему представителю, а мы вам высылаем товар. Все, вы получаете. Проблем никаких нет. Не забегайте только вперед. Ну, вот, правда, это не то, чем над головой занимать. Ну, вот, пожалуй, наверное, и все на сегодня. Пишите ваши вопросы, задавайте, ну, и комментарии, ну, и подписывайтесь на канал, кто это еще не сделал, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео, и вы получали уведомления от нас о выходе новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok